Итак, добрый день, дорогие журналисты и все, кто смотрит сейчас стрим-трансляцию на канале Накипела Лив. Сегодня у нас пресс-конференция с советником главы Харьковской областной государственной администрации по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Сергеем Михайловичем Староженко. У нас будет три блока. Первый блок касаемо 9 мая и территориальной обороны. Второй блок – это позиции Харьковской областной государственной администрации по поводу открытости назначения государственных чиновников взаимодействия с общественностью. Ну, не совсем так. Взаимодействие с общественностью, понимание функции общественного контроля, общественной иллюстрации. Ну, вот, наверное, так будет правильнее. Итак, первый блок касаемо 9 мая и территориальной обороны, ситуации войск-агрессора, граница Харькова. Уважаемые друзья и коллеги, давайте условимся. Каждому блоку, наверное, будет правильно, если я скажу несколько слов, предваряющих общую пресс-конференцию, наше видение губернатора по тем или иным вопросам. После этого, я думаю, будет правильно, если мы перейдем к вопросам, ответы на вопросы. После этого следующий блок. Итак, будем двигаться вот в такой конструкции. Если вам это интересно и вы не возражаете, то позвольте сразу же начать наше общение. Празднованию победы над нацизмом, в самой кровавой войне, какую знало человечество, губернатор лично, его команда посвятили достаточно много времени. Мы трижды собирались рабочей группой по составлению плана, обсуждению его с различными ветеранскими общественными организациями. Принимали участие и представители общественности в этих обсуждениях. Дважды было делегировано право губернатора мне проводить эти встречи рабочей группы. Я хочу сказать, что более 80 мероприятий, практически 90 по всей области, в эти праздничные дни будут на Харьковщине. Это и в центре столицы области, в Харькове, это и в районах, в городах областного подчинения. Везде, поскольку мы же с вами знаем, какие несчастливые беды и страдания принесла Украине Вторая мировая война. Будут, как и в прежние годы, встречи на мемориальных комплексах. Здесь, в лесопарке, возле статуи, символизирующей Родину-Мать, возле Вечного Огня, будет встреча на высоте Конева. Все это будут массовые официальные мероприятия, которые согласованы, я повторюсь, со всеми государственными и негосударственными структурами, для того, чтобы обеспечить комфорт харьковчан, их безопасность, обеспечить подлинное отношение людей, наших земляков, к этому событию, 70-летию победы в этой страшной и кровавой войне. Планируем также, как и вся европейская общественность, 8 мая, надеюсь, вместе с вами прийти к этому же мемориалу для того, чтобы вшанувать память про загибших, про героев, про тех, кто отдал свое життя за свободу и незалежность нашей Вечизны Украины. Такие мероприятия будут же и на высоте Конева, которыми стали традиционными, где соберутся ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Победы, где, конечно же, будут флаги Победы, где, конечно же, будут люди в орденах, заслуженных в боях и походах, люди, которыми мы гордимся. Есть планы различных общественных организаций относительно увековечения и бережного отношения как к живым ветеранам, так и тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. Вот, что касается мероприятий. Что касается, и предваряя, очевидно, ваши вопросы, связанные с обеспечением безопасности, то хотел бы сказать, что по поручению губернатора Игоря Ивановича Райнина еще неделю назад все оперативные службы и правоохранительные органы перенесли центр тяжести своей работы на обеспечение еще более серьезной работы по обеспечению общественного порядка и безопасности в городе. А во время 8 и 9 мая на усиленный вариант внесения службы, какой уже и внедрен у нас в области, будут задействованы дополнительные силы и средства для того, чтобы никто не смог осуществить, если у кого-то в больной голове возникнет, обнаружится умысел на совершение какого-либо правонарушения, преступления или провокации, чтобы все понимали, что мы будем охранять всех, и молодежь, и ветеранов, и будем делать все для того, чтобы никакая контрреволюционная сволочь не смогла свершить то, что может быть где-то задумано в зарубежном центре подготовки таких негодяев. Разрешите особо не вдаваться в конкретные мероприятия органов безопасности и внутренних дел. Это их профессиональная работа. Скажу лишь, что все, без исключения, подразделения, службы, направления будут обеспечивать общественный порядок и общественную безопасность в торжественные дни с тем, чтобы не омрачить, ничем не омрачить этот светлый праздник. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Добрый день, господин Альсенкин. Очень приятно. Традиционно 9 мая ветераны собирались в последнее время, я помню, на Стрелке в сквере выпить фронтовые 100 грамм по минуту погибших. Запланировано ли такое в этот раз? Скажем, достаточно много людей в таком месте, где реально могут возникнуть конфликтные ситуации. И в других местах вот такие же площадки предполагаются в городе? Да, спасибо, Дмитрий, за вопрос. Как и в прежние годы, полевая каша, наркомовские, все это будет в разных местах города, Харькова и области. И традиция, которая зародилась еще в давние годы, будет соблюдена и в эти дни. А будут какие-то дополнительные меры для создания комфортности? Все меры для создания комфортности, безопасности, охраны. Все будет соблюдено, я надеюсь, всеми нами вместе, и гражданскими активистами, и специалистами в этом деле. Все будут комплексные меры задействованы для того, чтобы и ветераны, и молодежь могли праздновать этот светлый день. Спасибо вам, ваш вопрос. Вы все-таки губернатор говорил о том, что возможны какие-то провокации в эти дни. Я понимаю, что будет усиленная охрана, но все же, если там группа людей с теми же георгиевскими ленточками, что с ними будет? Или с красными флагами? Я понимаю, что символы ограничены в этом году, но все будет. Да, спасибо, Леночка, за вопрос. Ну, на красные флаги мы же с вами не на арене кориды, да, мы реагировать не будем, подобно, значит, подбыкам, да, но это знамя победы, тем более есть разъяснение по этому вопросу, что копии и, как это называется, реплики, да, флагов, участвующих в разгроме, нацизма, конечно же, это не нарушение закона, и я абсолютно уверен в том, что хватит разума, толерантности, понимания того, что такие флаги действительно были 70 лет назад флагами победы, не вызовут даже у маргиналов желание оскорбить людей. Если такое возникнет, мы попытаемся на это отреагировать в соответствии с действующим законодательством. Все равны перед законом и никому не дано права нарушать закон и оскорблять память погибших и ветеранов, которые, возможно, понесут эти флаги. Вместе с тем, мы договорились, и я думаю, что договор этот будет соблюдаться, кстати, по предложению различных общественных организаций, в том числе объединению афганцев, чернобыльцев, ветеранских организаций, что в эти дни кроме государственных флагов и реплик флага победы ничего использоваться не будет. Ни политические флаги, ни флаги, символизирующие политические партии и блоки. Мы об этом договорились. Я думаю, что такой договор будет соблюдаться. Что касается возможных рисков и угроз, о которых вы спрашиваете, избежать это невозможно. Мы однажды пытались избежать, понимая и осознавая риски, вернее, дважды пытались избежать. Один раз мне удалось это сделать, а второй раз маргинальное движение и течение было настолько сильным, что мне не удалось его преодолеть. И чем это закончилось, 22 числа мы все это знаем. Нас никто не хотел, профессионалов никто не хотел слушать. Чем это закончилось, какой величайшей трагедией, мы это знаем и понимаем. Поэтому мы рассчитываем на то, что консолидация, единение общества начнет происходить или уже происходит. И когда мы говорим о взаимном уважении, о толерантности, то это не пустые слова и звуки, о примирении, то вполне очевидно, что здравый человек должен примириться. Я уже говорил об этом неоднократно, мы обменивались впечатлениями на сей счет, что воюющие стороны и страны, исторически нам памятные, все примирились. одни мы оказались такими непримиримыми маджахедами. Поэтому риски существуют, ваша озабоченность нам понятна. Еще раз повторюсь, мы постараемся сделать все для того, чтобы защитить здоровье, жизнь, честь и достоинство каждого харьковчанина. Мы работаем над этим постоянно, а в эти дни, разумеется, с усиленной энергией. Сергей Михайлович, может быть, маленький совет харьковчанам, не встревать в дебаты какие-то, если уже вышли в центр города, погулять. Вот как себя вести, чтобы все мирно прошло? Ну, общие советы мы с помощью, кстати, Глеба Тимошенко раздали во все районы, как реагировать на сепаратистские выходки или как реагировать на незнакомые предметы или в случае террористической угрозы или какого-то подозрения о диверсионном акте. Мы об этом говорим постоянно на всех сайтах, во всех изданиях и спасибо вашему изданию, которое тоже уделяет этому вопросу значительное внимание. Мы советуем харьковчанам быть добрыми, улыбчивыми, вежливыми, не вступать ни в какие споры и дискуссии, поскольку это светлый праздник и надо его праздновать, а як накажет украинскую споричатись. Спасибо вам за интересный вопрос. Спасибо. Ларина Юрьевна, что сегодня, пожалуйста, вы сказали, будут переведены правоохранительные органы на усиленный режим внестения службы, будут ли для обеспечения порядка области привлечены силы из других регионов, если будут, какие это силы будут и в целом, сколько правоохранителей будет в эти дни работать? У нас ежедневно выходит на охрану общественного порядка более двух тысяч сотрудников органов внутренних дел. У нас есть привлеченные силы. Их не так много, но они есть. Примерно 75-80 человек. Они несут службу в соответствии с общим распорядком, графиком и расстановкой сил и средств. Конечно, у нас будут усиления с точки зрения наших воинских частей и подразделений, в том числе национальной гвардии. Поэтому мы рассчитываем на серьезное усиление. Порядка трех тысяч человек в городском центре вполне достаточно для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность. Плюс, я повторюсь, мы же рассчитываем на вашу помощь, на помощь общественных организаций, на помощь самообороны. Мы рассчитываем на то, что все люди, кто, и наши земляки, кто выйдет на празднование, будут взаимодействовать с представителями органов внутренних дел. Поэтому, если вас интересует цифра, то это порядка трех тысяч человек. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Уточнение, Сергей Михайлович. Прошу вас. Вы только что упомянули самооборона. Какие общественные организации, может быть, заявили о желании помочь в поддержании порядка и обеспечении безопасности? Уважаемый Дмитрий, были такие предложения? Ну, это вопрос не ко мне, это скорее Глеб ответит на этот вопрос, который был активным участником наших рабочих встреч по поводу празднования и планирования и так далее. Были такие предложения? Да. Но у нас есть предложение. Но есть предложение. У нас все наши друзья, коллеги, принимавшие участие в афганской войне, все будут с нами, все будут оказывать нам помощь и поддержку в обеспечении общественного порядка и областная организация, и городская организация, и многие другие. Мы рассчитываем на помощь. Если это общий наш праздник, то мы никого не хотим выделять особо, все вместе. Прошу вас. Пустите секундочку, я про прощение вопросов. Дмитрий Николаевич, Федор Ленеславский, Харкетский Рижанский Форум, я просто... Я не услышал, простите, вашу... Федор Ленеславский, Харкетский Рижанский Форум. Я в развитии этого вопроса, о котором вы говорили, по поводу использования во время празднования Дня Победы, абсолютно я с вами согласен правильно, Красного Знамени Победы и так далее. Но если предположить, что президент подпишет и вступит в силу закона, по запрету коммунистической идеологии, одним из пунктов которого является запрет использования, в том числе, серба и молота на всех флагах Победы, 100% есть флаг и молота. Как вы думаете, как с этой ситуацией можно выйти? Я, вы знаете, юрист, по-моему, мы коллеги, да, я не ошибаюсь? Юрист? Да. Значит, я вчера прочитал, что в закон, о котором вы упомянули, внесены изменения и дополнения решением Верховной Рады. Есть, ну, не могу, не могу быть уверенным в этом абсолютно, но вчера прочитал о том, что все символы, все знаки, символизирующие то или иное отношение к тому или иному строю, режиму. До 1941 года документы, кстати, не будут признаваться такими, какие попадают под действие указа. Значит, спасибо вам за интересный вопрос. Вы знаете, я как-то не рассчитывал, даже не готовился к ответу на такой вопрос и не думал, что он будет задан. Но вот смотрите, на фронтоне областного совета флаги, вы замечали когда-нибудь или нет, если стоять спиной к Газпрому, то на фронтоне областного совета массивные такие, да, флаги, а посередине герб Украины. Вот он появился, он появился совершенно неожиданно. Вот я как-то шел по площади, увидел это, а через три дня губернатором стал Евгений Петрович Кушнарю. Я его вывел на площадь, показал это, и он ужаснулся. И через три дня там работали высотники, и появился государственный герб Украины. Так можно дойти до маразма вообще. Это, конечно, правильно. Но в зале областного совета посчитали мои помощники, по-моему, то ли 140, то ли 114, сейчас не помню, звезд и серповый молотов. Значит, ну давайте закроем зал, сессионный зал областного совета, и начнем, ну у меня, спасибо, Дмитрий, у меня особое отношение к советам вообще, да, вы, наверное, это знаете, и начнем там ремонт, и начнем все это срубовать, и начнем все это делать, ну, наверное, придется это делать, но я хотел бы, да, но я хотел бы сказать, но я хотел бы сказать, знаете, к звезде отношение, ну, разное, ну давайте запретим американский флаг на территории Украины, или звезды на погонах военнослужащих, или изымим у героев Украины звезды, которые у них есть на желто-блокитной стрельце, и так и инжи, поэтому я думаю, что у общества хватит разума для того, чтобы творчески подойти к этому процессу. Ну, я так думаю, что да. Спасибо. Еще, да, пожалуйста. Поэтажите, М. Михайлович, на неделе на сайте Гурсовета рассказывал информацию, в теле другой информации, что якобы есть запрет на проведение несогласованных вот таких вот официальных массовых западов до 10 мая. Есть ли такое, уточните, пожалуйста. Ну, вот смотрите. Рабочая встреча по проведению, подготовки и проведению праздников 8 и 9 мая, о которой я сказал вам и проинформировал в самом начале нашей беседы, пришла к мнению о том, что будем праздновать то, что мы все вместе подготовили, утвердили и будем проводить. Конечно, мы понимаем, что находятся группы людей, которые не желают действовать в контексте общей договоренности и желают самостоятельно проявить себя или заявить о себе. В связи с этим принято решение. Мы будем праздновать и обеспечивать все, что необходимо, только официальных мероприятий. Это те, которые установлены правительством Украины, президентом Украины и принято на общем собрании и утверждено губернатором Игорь Ивановичем Райнинг. Все, что будет проводиться или попытаются отдельные группы или лица проводить, будет признаваться неофициальным. И мы обратились к руководителям правоохранительных органов, которые должны принять решение в соответствии с законом. Харьковский городской совет вполне в духе этих договоренностей принял соответствующее решение, которое мы восприняли как сигнал взаимодействия и довольны такими решениями, что фонит. Да, фонит страшно. И наверное, вот так будет. Спасибо. И конечно же, несанкционированные, несогласованные подобные действия будут расцениваться как провокационные и пресекаться. То есть запрещаться, правильно? Конечно. Городской совет принял по этому поводу соответствующие решения на согласительной комиссии. если будет мало, значит, пойдем в административный окружной суд. Если окружной суд нас не поймет, что, к сожалению, происходит в последнее время, будем обращаться с апелляцией. Пожалуйста, небольшое уточнение. Сергей Михайлович, вот я уже спрашивал, традиционно собираются ветераны, не только ветераны, отметить. Это не всегда на тех площадках происходит, которые зафиксированы как официальные. Будет ли это, на ваш взгляд, рассматриваться правоохранительными донанами? Ну, нет, я вас всех приглашаю к себе, установленное вами место, все остальное с меня, и будем праздновать. Спасибо. Еще вопросы по этому поводу. И хотелось бы комментарий по ситуации вдоль украинско-российской границы, которая сейчас. Мы завершаем уже первый блок, поэтому, пожалуйста, прокомментируйте. Ну, существует некая амплитуда, скажу вам откровенно, наращивание воинского контингента на границе Харьковской области с Белгородской областью, отводятся подразделения, вновь придвигаются, маневры совершаются, без какой-либо техники, биноклей, можно видеть, находясь, условно говоря, в Волчанском районе, можно видеть эти перемещения и так далее. Я говорил год назад, говорил это некоторое время назад, и говорю сейчас, существует огромный риск. Ни в какие миролюбивые заявления российского руководства, лично я не верю. Особенно после Крыма. Поэтому мы сознаем эти риски, мы рассчитываем последствия и рассчитываем на харьковчан, которые любят свой город. Есть ли какие-то действия, которые предпринимает областная администрация для предупреждения, скажем так, вторжения в Харьков? Предупредить агрессию, как невозможно было, по моей точке зрения, на Донбассе, поскольку логика событий подсказывает, что, что бы ни делалось, агрессор принял решение и воплотил его в жизнь. Если будет принято решение, то Харьковская областная государственная администрация будет вместе с вами плечо к плечу стоять и отражать эту агрессию. Но нашей задачей является задержание противника на тех рубежах, которые обозначены генеральным штабом до подхода главных сил. Поэтому давайте знаете как об этом думать, над этим работать, но много слов не произносить, чтобы, знаете, как чисто по-обывательски не накаркать. Мы занимаемся этим вопросом, губернатор лично занимается этим вопросом очень серьезно, как глава территориальной обороны. У нас сейчас формируется отдельная рота территориальной обороны. Мы приступаем к формированию отдельного отряда территориальной обороны. Мы занимаемся фортификационными сооружениями. Кстати, то, что мы строим под условным названием Форт Солнечный, вызвало отдельное непонимание и недовольство, в том числе специалистов в области строительного дела. Но я вынужден еще раз в эфир даже сказать, что обычно и полработы никому не показывают, а мы показали всего четверть работы и вызвали на себя шквал критики. Не то, не так, не тем. И вообще распилили все деньги. и вообще полная беда, поскольку все вокруг чиновники негодяи, взяточники и пьяницы. Да, там нет ни копейки средств бюджетных, ни прямо, ни косвенно, ни государственного, ни областного бюджета. За счет внутренних резервов предприятий, учреждений, организаций это все сделано. И когда можно будет показать, мы вас пригласим обязательно. Предварительно мы журналистам показали, я еще раз говорю, четверть работы. Вчера объект проинспектирован заместителем секретаря Рады национальной беспоки и обороны. Мы получили высочайшую оценку, поскольку там учтено все, что должно быть учтено с точки зрения введения современной войны и отражения возможной агрессии. Мы рассчитываем такие фортификационные сооружения построить и на других опасных с точки зрения танкового прорыва в направлениях, но этот вопрос должен быть согласован еще с Генеральным Штабом. Занимаемся, серьезно занимаемся, в рамках возможного. Давайте переходим к второму блоку. Итак, второй блок позиция Хага в отношении открытости и прозрачности процедуры назначения на государственные должности. Пожалуйста, ваше... Я вот изложу свое видение, уважаемые коллеги. Может быть, оно вас удовлетворит, может быть, нет, я этого не боюсь, честно говоря. Значит, я абсолютно убежден, что построение гражданского общества невозможно без общественного контроля за властью. В чем может заключаться такой общественный контроль? Первое. Во взаимодействии общественных организаций, представителей общественности с органами власти и управления. Первое. Второе. Взаимного проникновения и влияния. И третье. Конечно же, регулярного отчета представителей власти перед общественностью о проделанной работе. Если этих трех компонентов нет, мы никогда с вами не построим гражданское общество. Я абсолютный сторонник транспарентности. Пауза какая-то непонятная. Открыл, пожалуйста, перевожу. Да, Димочка перевел, спасибо. Это такой европейский термин, который существует в практике европейского общения. Это открытость. Вот мы выступаем за абсолютную открытость, ну, разумеется, в тех пределах, которые не касаются государственной тайны и не являются секретом в соответствии с действующим законодательством. Поэтому мы выступаем за транспарентность, мы выступаем за конструктивное взаимодействие, мы выступаем за конструктивную критику со стороны общественных организаций и их представителей органов власти управления. Мы готовы к такому взаимодействию, к такой открытости и реагированию на такую критику. Вот мое отношение к поставленному блоку, заявленному блоку и поставленному вопросу. Я глубоко убежден, что на таких же демократических позициях стоит высшее руководство области в лице нашего губернатора Игоря Львовича. Дмитрий Морсон, Сергей Михайлович, наверняка вы слышали, что Хакерский иллюстрационный штаб недавно уже приступил активно к действиям, связанным с общественным контролем за назначением таких важных людей в нашем государстве, как СУС, которые мы считаем без участия общественности, без начала диалога и без опоры их на общество в борьбе с гнилой чиновничьей системой, вряд смогли реализовать свои полномочия. Но мы уже сегодня сталкиваемся с определенным сопротивлением, в частности главы профильного комитета Верховного Рада господина Князевича. То есть он отреагировал на письмо госпожи Самойловой, это председатель административного суда, и поддержал то, что действия общественности, которые желают открытости, желают участия в этих процессах, рассматривая подрыв авторитета Верховного Совета. То есть то, о чем вы говорите, когда мы переходим от слов к делу, мы уже общие декларации прошли, теперь мы действительно хотим делать конкретные вопросы, начинается противотекция. Хотелось бы услышать позицию вашу личную к этому вопросу и губернатора, можем ли мы обираться на вас в этих всех процессах, поддерживаете ли вы, разделяете их, потому что иначе они действительно не дойдут своего логического конца и завершения. Готов с вами практически во всем согласиться и выскажу свое суждение по этой теме, поскольку имею опыт. Ну, меня вот Саакашвили говорил, что всех, кто долго десятилетиями сидит, нужно выкинуть побыстрее. Можете меня выкидывать куда угодно. Значит, но я вам скажу, в жизни у меня был период, когда я работал в уголовной коллегии Харьковского областного суда рядовым судью. И что такое рассмотрение, процедура рассмотрения дел, процессуальное сопровождение и постановление решений и приговоров мне хорошо известно. Я могу абсолютно четко сказать, без коренной глубочайшей реформы судебной системы и судопроизводства разговоры о реформах и борьбе с коррупцией останутся разговорами. Главный тормоз, на мой взгляд, именно заключается в достаточно большом количестве судей, которые не воспринимают реформы и борьбу с коррупцией. А процессуальное законодательство, принятое, кстати, по проекту, подготовленному господином Портновым, таково, что позволяет уйти от ответственности, если к тому же еще и суд и судья хотят добиться того же результата. На мой взгляд, даже одно неправосудное решение свидетельствует о том, что судья не имеет права больше быть судьей, что судья не может больше одеть мантию. конечно, эраре гомуни мест, человеку свойственно ошибаться, судья тоже человек, он тоже может ошибиться, но мы говорим о явно неправосудном решении. А если такое решение принято еще и за взятку, то совершенно очевидно, что никогда в жизни этот человек больше не может одеть мантию судей. Поэтому я с вами соглашаюсь полностью. Необходима реформа судопроизводства и судебная реформа как таковая, которая не позволила бы злоупотреблять судебной властью. Суд это орган власти, и мы должны это понимать. И власть, вы же знаете, в соответствии с Конституцией, делится на законодательную, исполнительную и судебную. Кстати, в законодательных актах Соединенных Штатах все наоборот. Власть делится на судебную, законодательную и исполнительную. То есть исполнительная на последнем месте. Это так, к слову. Долгие споры, 22 года ведутся споры о том, каким должен быть суд в Украине. Суд должен быть властным и независимым. И не колебаться, извините, вместе с линией партии. Не может быть прислужником власти, как, впрочем, и вся правоохранительная система. Сегодня к власти пришли белые, будем прислуживать белым. Завтра пришли зеленые, будем прислуживать зеленым. Такого быть не должно. Служение закону высшая цель всей правоохранительной и судебной системы. Если этого нет, нет правового государства и нет того, о чем вы говорите. Что касается позиции руководителей комитета в Верховном Совете, в Верховной Раде. Ну, я не знаю, как такое может быть, чтобы избранный народом депутат был против контроля за своей деятельностью, этим же народом его избравшим. Ну, для меня это дико, я этого не понимаю. Если это так, то нужно с господином Князевичем просто общаться, может быть, его слова извратили, может быть, мы что-то неправильно понимаем, может быть, может быть, что-что? Может, ну, кресло в парламенте жмёт. Ну, в жизни всё бывает, поэтому... Слова впечатлены в документе. Серьёзно? Письменные в документе. Да. В течение полудня положено. Ну, меня это смущает очень серьёзно, значит, может быть, те, кто его избирали, возможно, ошиблись. Возможно. Надо почитать, я не видел такой документ. общественный контроль и контроль избирателя за тем, кого избрали, это главная демократическая основа для существования вообще представительских органов власти. К сожалению, у нас отсутствует. Я считаю, что любой чиновник, или, неправильно выразился, извините, каждый чиновник, должен каждые три месяца выходить и отчитываться о своей работе. губернатор должен отчитываться, условно говоря, дважды в год. Вот сейчас я с вами фактически я отчитываюсь частично о своей работе, о своём мировоззрении, о своём понимании тех или иных процессов. Меня можно критиковать, есть желающие оскорблять, есть желающие сомневаться в том, что я делаю или делаю не так или неправильно. Пожалуйста, это обыкновенный процесс, я готов уважать иную точку зрения, но уважать, рассчитывая на то, что и моя точка зрения будет уважаемой. Поэтому, уважаемый Дмитрий, я с вами полностью согласен, разделяю вашу точку зрения. Что касается иллюстрации судей, общественной, да? Ну и вот, если бы я был судьёй, возвращаюсь там, в какой, я не помню, 91-й, первый, второй, третий год, когда я работал в суде, уже в те времена я бы считал для себя честью пройти общественную иллюстрацию, изложить свою концепцию видения, права, своё отношение к тем или иным процессуальным нормам, рассказать общественности о тех или иных делах, которые были бы в моём производстве, и я, как судья, рассматривал их. Ну, это же естественный процесс, как дышать, как пить, как общаться, как любить, но у людей должна быть потребность в этом, если нет потребности, то возникает сомнение, а готов ли вообще этот человек быть судьёй? Спасибо, вопрос, да. В него, наверное, должны войти люди, специализирующиеся по различным направлениям, праву, экономики, строительства, архитектуры, военному делу. Я знаю, по многим направлениям, я же не вникаю, и мне не приходилось контактироваться с этим общественным советом, то мне кажется, что вопрепление полномочий может только повредить и повредить за собой переклёст компетенции или дублирование тех или иных вопросов, которые в целом совет хотел бы поставить перед властью. Я не имею отношения ни к формированию общественного совета, только лишь на совещаниях. Я слышал о том, что создаётся, как создаётся, какие есть там сложности, не более того. Но это не предмет моего профессионального интереса, поэтому, извините, я просто не готов ответить на такую вашего... Почему я задал вопрос? Потому что по моей информации вот в этот общественный совет больше половины до двух третей это ветеранские организации, всякие общественные организации ветеранов и общественные юридические организации. Там все подумают, кто ходит. Ну да, но у меня такая информация. К сути, прошу, скажем, природоохранных организаций значительно меньше. Организации, которые ставят своё направление там образование, воспитание детей, общественные организации, тоже считанные единицы. В разы меньше, чем, скажем, ветеранских и правоохранителей. Дмитрий, вы понимаете, мне кажется, что количество здесь не главное. Количественные показатели. Главным является критерий качества. Насколько патриотичны, профессиональны, честны люди, которые входят в такой общественной союзе. Два человека работают на образовательном направлении, да, или 15, мне кажется, это не суть важна. Если все объединены одной идеей сделать наше общество лучше, то какая разница, сколько людей там будет? Количество голосов. Спасибо. У меня вопрос более конкретный на эту же тему. Прошу. Вот мы совместно с Фёдором Венеславским практически заканчиваем разработку концепции пока. Это не законно проекта в общественном контроле. Суть которого как раз в том, чтобы начать создавать на законодательном уровне, закрепить право власти и действовать конкретно совершенно. Не просто так. Вы живете своей жизнью и хотим слушать права и обязанности. Общественных советов вертикальная сквозная и горизонтальная сквозная система мы готовы презентовать эту концепцию и вопрос такой готовы ли вы как человек который разделяет наши взгляды помочь нам в организации такого совместного обсуждения презентации чтобы не только общественные организации разного но и представители государственной власти в области послушали высказали свое мнение и следующим этапом был уже разработан законопроект который через данные депутатов представляющих и вот мы собираемся продвигать дальше духовной земли да дмитрий в конце мая или в начале дюжня мы тогда через Глеба Тимошенко если можно будем рассчитывать на вашу поддержку даже я не открою или это будет секрет Палишинеля наверное что вы можете это сделать и самостоятельно мы с вами знакомы я боюсь даже сказать сколько лет можете сделать через Глеба как вам будет удобно я могу сказать только что я принципиально даю согласие совместно с вами работать над этим я готов изложить свои соображения как устно так и письменно по этому вопросу я готов вместе с вами участвовать в подготовке законопроекта который бы поставил власть на общественную и выработал правила взаимодействия и не допустил излишнего проникновения власти в общество и давление соответственно а общество контроля излишнего над властью то есть должны быть пределы проникновения юрист должен меня понять пределы проникновения всегда должны быть и закон должен быть четко отрегулирован на этот счет потому что если завтра вы придете ко мне от имени общественности и задаете вопрос который я не могу в силу служебного положения разгласить и нахожусь в рамках ну условно говоря подписанного соглашения о конфиденциальности то вы превысите свои полномочия а вот если вы ко мне придете а я не дам ответ или не соорганизуюсь вместе с вами для выполнения общественно полезной функции то я тогда злоупотреблюсь служебным положением или допущу халатность грань очень тонкая наверное надо было бы изучить модели какие уже обкатаны в ведущих странах я думаю принципиально да а конкретику мы отработаем я надеюсь в тиши офиса спасибо вам спасибо еще вопросы по поводу открытости назначения чиновников многостарственной службы у меня еще вопрос в открытости назначения смотрите вот для понимания того как воспринимается сегодняшняя кадровая политика общества начальник ДФС Украины господин как его там Белоус отстраняется не так давно от должности в силу того что возникает какой-то коррупционный скандал премьер-министр заявляет о том что сейчас будем разбираться потом тишина а вчера господин Белоус назначается или позавчера начальником фонда господин Украины общество возникает вопрос если как бы за коррупцию да то тогда откуда фонд Держбот если как бы коррупции не было то тогда почему не происходит назначение кадровых кадровые назначения в областях некоторых мотивированные тем что якобы пока там непонятно коррупция это или нет то чего же мы будем тут в областях назначать каких-то людей которые теми людьми были представлены и возникает вот такая вот каша в голове да любимая русская блюда как говорят второй вопрос с одной стороны например опять же да я знаю хорошо этого человека я с ним в товарищеских отношениях но я никогда не просил и не буду спросить его ни о каком содействии для меня это вопрос принципиальный 10 месяцев гражданского общества Хайкова занимается тем что впервые в истории Украины через открытые публичные процедуры конкурсы представляет человека на должность начальника управления той же фискальной службы Хайковской области он проходит Крым и Рын как говорят огонь простите это кто и медные трубы персонализация проходят кадровые комиссии в ДФС под руководством нынешнего заместителя министра финансов госпожи Аллены Макеевой и так далее и в итоге исполняет обязанности несмотря на всю эту историю почти годовалую в то же время огромное количество чиновников таких как господин Красолапов который надругался над Хайковским гражданским обществом еще хуже чем некоторые сухие такие господа как начальник ГАСКО новый бывший милиционер совершенно непонятно я ничего против мы не имеем просто назначения происходят с одной стороны публично но не происходит с другой стороны совершенно не публично но происходит в то же время в ДФС идет конкурс сегодня в Киеве он заканчивается а в фонде госпойна никакого конкурса ну то есть вот эти вот двойные стандарты они вызывают не то что неприятие они вызывают полное недоумение на самом деле и к сожалению если это недоумение еще можно каким-то образом объяснить там политической борьбой тех или иных сил в столице нашего государства то нам кажется что мы здесь вместе гражданское общество и региональная власть государственная и публичные вообще органы публичной власти имеем достаточно институтов цивилизованных уже совместно для того чтобы показывать пример того как по идее можно и нужно было бы проводить такие назначения не узурпируя безусловно право гражданского общества так сказать диктовать тем или иным высоким чиновникам областного уровня кого им назначать или кого им не назначать но осуществляя при этом мягкий гражданский контроль и соблюдая принципы публичности вот что вы думаете по этому поводу и можем ли мы рассчитывать на все-таки системный подход в Харьковской области реализации вот этой самой программы которая называется жидкий порог тем более что недоумение порождает действие да значит давайте разберем все это достаточно глубоко принципами существования любой бюрократии на мой взгляд являются всего лишь три постула это системность о которой мы сейчас говорили вернее об ее отсутствии это системность последовательность и контроль исполнения что касается системы совершенно очевидно что она не отстроена в стране что порождает вот эту кашу о которой вы говорили назовем ее хаосом да организованным или нет но ситуация которая возникает одна за одной позволяет нам сделать вывод о том что надлежащей регуляции нет этих вопрос это влечет за собой перенос еще более комплексного неразрешения вопроса на региональный уровень и вы абсолютно правы и в свою очередь если уже следует последовательность логики формально влечет за собой недовольство общества или его представители теми или иными процессами не очень хотелось бы вдаваться в обсуждение персонали тем более что со многими я в частности с господином Губаркиным не знаком был и встретился с ним уже после того как он приступил к исполнению своих служебных обязанностей позвольте позвольте мне не характеризовать его как человека приступившим к исполнению служебных обязанностей поскольку с одной стороны я не считаю себя профессионалом в хозяйственно-экономическом пространстве в котором действует он в финансово-экономическом пространстве и налоговом законодательстве но давайте чтобы не обсуждать господина Гагаркина к которому отношусь с уважением обсудим вообще любого кто рекомендуется на ту или иную службу по каким критериям обираются люди на власть у нас три критерия есть глобальная Харьковская общественная иллюстрационная палата имеет три критерия которые четко прописаны в положении очень простые трипы патриотизм порядочность и профессионализм за каждым из этих слов стоит определенный набор вполне конкретных качеств и характеризм дополнительно еще открыто сделаешься я с вами полностью согласен и всегда подбирал себе подчиненных исходя из именно этих качеств для меня на первом месте был профессионализм если человек отвечал этому критерию я изучал его личные качества порядочность о чем вы говорите хотя такая категория абстрактная и после этого для себя делал вывод насколько он предан насколько он патриотичен потому что патриотизм в моем понимании и в современных условиях это преданность позволяющая высокопрофессионально делать свою жизнь вот на том месте где каждый находится отвечает ли этим качеством каждый кто назначен исходя из все-таки тех персоналей фамилии которых вы озвучили я одну реплику прошу прощения очень быстро просто вот скажите отвечает этим качеством начальник управления антимонопольного комитета Украины в Харьковской области который в ответ на предложение открытая пройти процедуру открытой публичной общественной иллюстрации заполнить иллюстрационное заявление не содержащее никаких данных личных каких-то там личных делах а исключительно открытую информацию предоставить вместо того чтобы ответить пишет заявление в прокуратуру о том что против него происходит попытка совершения преступления при этом в бэкграунде у человека два места работы и в налоговых и в милиции и еще где-то и партия и партии всевозможные и так далее и даже депутатство народа как вы считаете соответствует? Дмитрий я хотел бы ответить так мне это не нравится спасибо а милиционер в виде руководителя главного инспекции архитектурно-строительного контроля мне это нравится почему вы предполагаете наличие профессионализма в вопросах строительных норм и правил в том числе вы же не знаете чек он 25 лет назад был милиционером поэтому все значит он закончил свою жизнь милиционером или закончил дай бог господи что я так говорю дай бог дай бог через 50 лет ну зачем Дмитрий ну зачем вы слишком категоричны сомнения путь к истине Паблий Сир наставлял сомнения вы слишком категоричны а я знаю этого человека примерно 20 лет и говорю он отвечает всем требованиям о которых здесь говорили он пройдет процедура несомненно и у меня нет сомнений на сей счет это очень достойный приличный патриотичный профессиональный человек вот и все имеющие специальное образование у меня еще критерии знаете какие меня вот у ЕФА в свое время приучило такая есть это сама европейская институция образование надлежащее и опыт равных к тем трех критериям о которых господин Кутовой говорил еще надлежащее образование и опыт работы а у него есть первые три о которых Дмитрий Кутовой говорил и два о которых говорю я почему он не должен быть на эти должности потому что вам не нравится так и я многим не нравится знаете кто нравится всем вы только меня тут не заводите очень сильно потому что я холерик могу это ответить грубостью на грубость извините сдерживаюсь во всем знаете кто нравится всем реальный червозец мы выйдем я вам как старому приятельу наушку ошибну потому что прекрасных дамах мне неудобно эту профессию назвать кто еще вам не нравится вы лично готовы проявить эту же процедуру общественной иллюстрации в тот же век в тот же век какой ну хоть сейчас у нас очень серьезная процедура мы благодарим вас за согласие спасибо пожалуйста все претензии только знаете как да знаю не шашку на я чапаевец сейчас будут тут головы тут лестеть и в капусту всех рубить претензии на стол законные обоснованные проверенные если есть мне же претензию предъявили не так давно на мерседесе ездить расстрелять мерседесу 13 лет 13 столько вообще машины не живут ну это же мерседес ну какая разница мерседес как раз ну все ну давайте значок этот срежем и с пилем напильником поставим киа претензии не до маразма друзья третье я утомил спасибо спасибо я прошу задавать вопросы короче чем ответ хорошо я упустил один момент дмитрий дмитрий апеллирую надеюсь вы не разрешили поскольку вы назвали фамилию человека которого я глубоко уважаю с которым сотрудничаю как чиновник чиновников но у меня вопрос кого вы имеете главу налоговой администрации господин а вот я не понимаю а почему общество не согласилось с кандидатурой господина офисер ну я же внимательно слушаю это же не ваша вопрос конференция вы же спрашиваете ну дайте порассуждать да профессионал высочайшего уровня и 100 вперед даст Гагаркину по профессионализму по образованию и опыту тоже какой он патриот давайте пропустим его через наше чистилище не захотел сейчас ну подожди захотел не захотел что значит хочу не хочу хочу не хочу еще неизвестно как предлагаю человек отвечает всем критериям человек который умеет и знает как работать вы пригласили господина Гаглакина молодцы который не умеет и не знает как работать научится нет вопросов есть время есть время для обучения наверное какова польза обществу достаточно ли она для того чтобы мы вот так брали по-чапаевски как я отрубили голову мы посадили в кресло другое и теперь не знаем что с этим делать вот говорят плохой тымчук Андрей я жду я жду когда деба освободится нет я поэтому не просто попросил ответ не мы не не дебат а то мы перейдем в режим пресс-конференции вопрос-ответ вопрос-ответ без всяких рассуждений я ж поэтому многим не нравился умею регулировать процессы тымчук Андрей да экология вот не нравился чего не нравишься а он там по парку дворечанскому имеет свою позицию и был членом партии региона и так далее и так далее уважаемый господин Мелеслав у нас в Харьковской области 46 тысяч были членами партии региона что мы с ними сделаем сейчас в Бабияр повезут ну давайте успокоимся на сище давайте успокоимся на сище значит давайте успокоимся на сище я за то чтобы вообще партия региона была признана преступной организацией вот я тут радикал мы члены партии которые оценили переоценили переформатировали свое сознание и позицию которые раскаялись в том что они в свое время совершили столь не обдумав мешать давай выбрасывать на обочину общественно-политической жизни 46 тысяч лекарств нет это вот тут я с вами не соглашусь это большевизм враг должен быть уничтожен такой лозунг мы уже проходили партийный билет партийный билет который мы обсуждали дает повод обществу провести более жесткие иллюстрацию общественную о которой вы говорили чем например к тому кто-нибудь вот тут я соглашаюсь с вами полностью приводить довод что у него был парт билет и поэтому его выкинуть на обочину жизни я с этим не соглашусь что надо выкинуть на обочину жизни того кто в 13 году был назначен предыдущей властью в 13 году к сожалению он озвучил вот здесь директор парта Куричанский надо уволить только потому что он был назначен при администрации Януковича поэтому резонанс между вашими это зацепило тут не резонанс а диссонанс ему тут же был вопрос и резонанс а диссонанс в изложении взглядов тут я с вами соглашаюсь и это вас зацепило ну может быть необдуманно совершил такое заявление может быть значит кстати я не знал что Андрей был членом партии региона у нас давние добрые отношения мне как руководитель он очень симпатичный а то что он допустил диссонанс ну знаете как надо спросить его об этом надо спросить Сергей Михайлович я обучаю получается так господин Дмитриев не может возглавлять ГАСК потому что он 25 лет назад милиционер господин Фессюнин потому что он слишком хорошо знает дело а господин Тимчук потому что у него был билетбат не допустил простите допустил десант Сергей Михайлович я без дискуссии а просто принципиально у нас только одна претензия к тому вопросу на который вы ответили одна только претензия мы можем здесь иметь все совершенно разные мнения по поводу я конкретизирую по господин Фессюнину я лично вместе с Натальей Курбиковой в качестве журналистов проекта Накипело записывали интервью с господин Фессюниным во время перед собеседованием в ДФС в Киеве в кадровом совете где мы задали ему официальный вопрос готов ли мы пройти процедуру общественной публичной иллюстрации превентивной он публично заявил о том что да после этого насколько я знаю Харьковская общественная иллюстрационная палата направила ему предложение пройти эту процедуру ответа не было было публично повторно ему предложено пройти ответа не было поэтому мы как гражданское общество сделали все возможное для того чтобы у всех были равные шансы и по всем остальным по всем остальным значит господина Димитриева я тоже знаю человека который имеет опыт работы в Держпредприемстве Укр Я кстати запамятовал сколько я помню потому что именно после той войны которую строительное сообщество вело с господином Протосом в 2007-2008 году и когда на должность начальника ГАСКО пришел представитель гражданского общества и строительного сообщества и строительного сообщества Эксенбальцев в Укрдежэкспертизу второе оккупированное господином Протосом на тот момент предприятие пришло в качестве начальника господин Димитриев поэтому с точки зрения профессионализма у меня сомнений никаких нет все что мы хотим попросить и обращаемся еще раз просим вашего содействия потому что это вопрос на самом деле имеющий прямое отношение к безопасности потому что закрытость провоцирует конфликты поэтому все что мы просим мы просим содействия в том чтобы люди претендующие на те или иные должности публично проходили эту процедуру вовсе не потому что кто-то там машет шашками потому что процедура не такая процедура с которой надо отдельно познакомиться я уверен что мы вас познакомим с ней есть сайт есть это серьезная действительно одна из лучших общественных инициатив еще бы в Харькове была которая была такой признана действительно так сказать на общеукраинском уровне прекрасно и инициатива работающая поэтому все что нужно нужно понимание со стороны чиновников или претендентов на звание чиновников представителей публичной власти что это не опасно не страшно а полезно важно это для чиновника страшно и дает возможность вытащить до света это страшно господин Балута предыдущий губернатор к сожалению не успел пройти эту процедуру и после того как он перестал быть губернатором очевидно на сегодняшний день эта процедура ему пока не интересна но мы уверены в том что если политическое так сказать или чиновниче будущее ждет господина Балута то он вернется давайте перейдем все-таки более четко не было ощущения что кто-то машет шашкой если можно вопрос будет ли областная администрация и областные власти прислушиваться к мнению людей которые живут в районах по поводу назначений глав района нам интересно конечно выслушивать будем несомненно потому что некоторые возле не назначения просто массового курса вызывают ну хотелось бы чтобы вы их обобщили давайте оброварим хорошо давайте конечно это очень интересно это важно потому что жизнь же кипит не только в Хаткеле но и в районах вы правы абсолютно это будет очень интересно мы готовы спасибо можно маленький вот затронулась тема а мы до сих пор не перешли к медалистам давайте сейчас а возможно ли предположить такую ситуацию при которой назначение глав района будет кандидатуру личность обсуждаться не после назначения а до назначения и выжил инициатор такого да значит интересное интересное предложение значит давайте обсудим его более профессиональном уровне на более профессиональном уровне и более профессиональном кругу дело в том что ну я не занимаюсь кадрами коллеги поймите я не осуществляю селекцию подбора расстановку кадров инициатором передачи заинтересованности вы можете выступить уважаемый Дмитрий я вам обещаю что руководителю своему нашим голове даже администрации я вам в деталях расскажу о том что здесь происходило я надеюсь общество шутки понимает я вообще надеемся что он хуже и хуже и жизни лучше это я разделяю вот эту доксиню у нас осталось так много времени и так прошу ситуация вокруг стадиона только не надо нас ограничивать вы сейчас на моей территории на нашей я подчиняю вопрос очень сложный относительно футбольного клуба ментализма хотя ситуация в контексте обсуждения дел в футбольном клубе предельно ясна по сути так как ясна для меня во всяком случае человеку который отдал больше 20 лет работе в профессиональном футболе общая ситуация в профессиональном футболе Украины тоже мне ясна предельно ее обсуждали специалисты болельщики представители гражданского форума насколько мне известно представители органов власти отдельные журналисты интересующиеся темы и так далее в общем тема я скажу набула разонанс неожиданно по этой теме выстрелил известный харьковчанин господин Соброн все бросить немедленно ехать к Ярославскому вы поезжаете в Киев и спросите кем ли Паниковский это револю я думал теннис вот я ему так и ответил вот я вот я вот я так и ответил что зная вас как специалиста в теннисе и гольфе мне немножко странно слышать это из-за революции ехать к Ярославскому уговаривать для того чтобы уговаривать или спросить хотя бы отношения человека к подобному процессу что обязательно нужно куда-то ехать а снять трубку и позвонить нельзя ну в общем раздаются разные требования вот друзья я хотел бы чтобы мы с вами понимали одну простую вещь раздаются требования отнять ну и потом естественно поделить отнять группу отсудить группу а после этого Ярославский берег я хотел бы оставить в стороне побудительные мотивы которые так сказать преследуют граждан выступающих с такими заявлениями я на отдельных форумах тоже подвергаюсь астракизму но я излагаю свою точку зрения оно не полностью поскольку полностью если я ее буду излагать то народ может увянуть вообще в футболе так вот Александр Ярославский чтобы вы знали в контексте вот металлиста да и ситуации бизнеса это человек который всегда действует в правовом поле это человек который никогда не пойдет на нарушение закона и очень щепетилен в выборе друзей процедуры входа в ту или иную бизнесовую ситуацию и бизнеса вообще это человек который за всю свою бизнес историю который он очень дорожит своим именем и своей бизнес историей никогда ни у кого ничего не отнял и никогда по суду не отсудил с тем чтобы потом владеть и никогда он не согласится на эти условия мы для тебя отнимем а после этого ты приходи и владей это бы запятнало его безукоризненную человеческую бизнес историю поэтому мы должны четко понимать что при малейшем сомнении в законности той или иной сделки какими бы благородными намерениями она не объяснялась господин Ярославский будет испытывать серьезные сомнения относительно того входить ли в обсуждение этих вопросов даже так входить это честный принципиальный бизнесмен не олигарх бизнесмен патриот Харькова и Харьковщина оставляя в стороне как с ним поступили здесь могу только лишь сказать одно я однажды общался с мэром такого маленького городишки Лондона и спросил как бы мэрия отнеслась к человеку который бы вложил условно говоря там личный капитал там 70-80-100 миллионов долларов в детскую спортивную инфраструктуру городскую инфраструктуру он говорит мы бы его на руках носили параллели понятны в связи с этим радикальные советы типа отнять чужую собственность экспроприировать стать владельцем чужого имущества даже через суд на мой взгляд не для Ярославского Александра Владимировича он человек европейского склада ума образа жизни и принципа и предлагаемая дилетантами национализация футбольного клуба фактический отъем через там иски, суды еще чего-то это явно не для него давайте поймем это ситуация в клубе сложная все говорят второженка защищает Курченко да бред бред самый настоящий выдуманный дилетантами либо моими персональными противниками я защищаю принцип я хочу чтобы вы поняли принцип какой никто не может быть признан виновным иначе как по приговору суда никто не может быть признан виновным если вина не доказана и не подтверждена вступившим в законную силу приговором суда футбол Украины терпят колоссальные убытки владельцы клубов терпят с точки зрения финансовой составляющей фиаско полная насколько мне известно владелец футбольного группы из открытой печати прошу прощения потому что контактов никаких нет и быть не может мы не контактируем с господином Курченко никаким образом ни прямо ни через посредник он потерял более 65% своих активов и как нам представляется не может в полной мере финансировать футбольный групп в тех объемах какие были до начала войны в Украине и агрессии против нашей страны и это касается всего профессионального всего без исключения на втором плане на мой взгляд подчеркиваю на мой взгляд морально-этическая составляющая но можем ли мы в условиях войны отражение агрессии мобилизации всех интеллектуальных политических финансовых экономических ресурсов платить зарплату 80-100 тысяч долларов в месяц это разврат это преступление поиска и те футболисты которые сейчас держат футбольный клуб металлист за кадры и требуют отдать цент в цент доллар в доллар они аморальны по своей сути футбол очень структурированная система общественная социальная спортивная не существуют свои нормы правила которые строго индивидуальны их нет в другом виде спорта ни в одном такие как есть футбол в том числе касательно контрактных обязаний конечно все что записано в контракте должно быть исполнено обеими сторонами сомнений в этом нет но разве война не говорит нам о том что есть форс-мажорные обстоятельства разве закон к сожалению юрист ушел разве постулат мирового права не говорит о том что война это форс-мажорные обстоятельства у нас не война у нас война давайте называть вещи своими а если мы говорим о том то подразумеваем боевые действия а если боевые действия то это тоже форс-мажор а Харьковская область включена в зону антитеррористической операции поэтому нужно всем сторону украинского футбола пересмотреть свое отношение к финансовой системе вопрос очень конкретные во первых большой группе болельщиков которые болеют за митарис с начала 80-х годов крайне нравится большое количество украинских футболистов молодых недорогих которые умирают на поле снова мы готовы потерпеть на самом деле этот период потому что украинский футбол естественно не может отличаться от Украины в целом поэтому мы уверены в том что украинский футбол будет более европейским более ориентированным на украинских исполнителей и это на поле украинского футбола а теперь конкретные вопросы скажите пожалуйста есть ли сегодня судебные претензии или иски к собственно к юридическому лицу футбольному клубу футболистов нет пока нет таких нету таких кто собственно футбольного клуба футболистов господин Курченко в объеме если памятник не изменяет 98% как физическое лицо совершенно как физическое лицо существует ли реестр собственности клуба металлистов предприятия и можно ли его каким-то образом опубличить для широкой общества как он в реестре нет я имею ввиду реестр собственности чтобы недвижимость движимое имущество кому школа принадлежит кому база принадлежит кому здание еще раз значит различные предприятия в структуре футбольного клуба различные предприятия в структуре футбольного клуба владеют собственностью имеющей спортивное отношение к футбольному клубу металлистов самостоятельное подразделение академия с полями самостоятельное подразделение база с полями с землей и так далее часть комплекса огласного спортивного комплекса Все это является собственностью в конечном итоге футбольного клуба. То есть это холдинг некий? Совершенно верно. Туда входят эти подразделения. Реально развязанный юридически структурированный холдинг. Либо аффилированный в соответствии с действующим законодательством. Можно ли в силу той ситуации, которая действительно сложилась сегодня, и с моральной точки зрения, я думаю, что все слышали, что кричат болельщики на стадионе сегодня, они чаще обращаются сегодня к президенту клуба, с соответствующими словами, чем к президенту соседнего государства. Вы, наверное, слышали. Я вот послушал, стал ходить снова, когда футбол вернулся в Харьков, и слышу, что кричат болельщики. Кстати, футбол вернулся в Харьков благодаря активной позиции губернатора и его команды. Это очень важно, очень здорово. И на последнем по времени матче металлиста было уже более 7 тысяч человек. Это хорошо. Тем не менее, можно ли рассчитывать на то, что в публичных источниках появится структура холдинга металлист с юридическими лицами, собственностью, которая им принадлежит, чтобы было понимание того, что из себя представляет футбольный клуб металлист, и тем самым снять некоторые вопросы, касающиеся сложных взаимоотношений, связанных с тем, что на самом деле вот это не его, а это его, а это еще чье-то и так далее. То есть просто открытая схема структуры холдинга металлистов и структуры собственности. Это было бы важно с точки зрения понимания ситуации в клубе. Следующий вопрос. Официальные зарплаты футболистов. Потому что, естественно, вопрос, который возникает сегодня часто, связан с тем, хорошо, сколько записано в контракте у украинцев, сколько и что записано в контрактах у неукраинцев, о каких, о выполнении каких обязательств идет речь, потому что, наверное, в стране, в которой зарплаты в конвертах владелись везде, мы не думаем, что ситуация сильно отличается или отличалась в футбольном клубе металлистов. Дмитрий, вы меня запутаете окончательно. Давайте в порядке поступления вопрос. Да, вопрос, реестр зарплаты. Нет, зарплаты это конфиденциальная информация, которую клуб имеет право не разглашать. Что касается структуры того, что мы подразумеваем под названием холдинг. Я себе записал, я обязуюсь перед шановным товарищем. Здесь у вас есть цепь тайны, да? Исходя из документов, какие, естественно, имеются на этот счет. И мы обговорим в ходе последующей встречи, или на персональном уровне, обговорим эту тему, нет вопросов. Теперь еще один момент. Существует ли зарегистрированная торговая марка металлист, или товарные знаки, или... Да, зарегистрированы. Кто собственник? Футбольный клуб металлистов. Футбольный клуб металлистов, украинская юридическая собственника. И вопрос еще последний к этому же. Есть ли претензии к господину Курченко, как к физическому лицу и гражданину Украины, следствием которых может стать арест на активы, ему принадлежащие, и тем самым арест на долю в... Ну вот это один из самых сложных вопросов, Дмитрий. Хочу вам сказать, что мы знаем о том, что в связи с расследованием и рассмотрением гражданских и хозяйственных дел в контексте ликвидации банка... Банка... Брок-бизнес-банк, да. Брок-бизнес-банк, да. Были поданы иски, на часть имущества был наложен арест, на часть имущества запрещена была к реализации и ведению хозяйственной деятельности, и так далее. Порядка, сумма исков порядка двух миллионов долларов в исчислении. Миллионов или миллиардов? Долларов. Миллионов или миллиардов? Миллионов. 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 Копейки. Значит, ну, видимо, эта сумма была предлогом для иска. Цена же иска не имеет значения для наложения последующего ареста. То есть, воспользовались доказанной частью каких-то невыполненных хозяйственных обязательств для того, чтобы был составлен иск, и он был удовлетворен. Сейчас нет рассмотрения никаким по этому поводу. Но это не значит, что мы не интересуемся и не контролируем некие процессы. Это не означает, что мы будем созерцать, что происходит с брендом металлистов. Поэтому давайте отвечу на ваш вопрос вот еще в таком контексте. Вы ставили вопрос о претензиях, да? То есть, претензии есть же морально-этические. Финансовые и хозяйственные. Вот у меня, как у коренного харьковчанина, есть претензии морально-этические. Я оскорблен тем, что происходит с моим любимым клубом, которому я отдал. Я и вся моя семья отдали уже больше 50 лет жизни. Я оскорблен, потому что клуб на грани банкротства исчезает. Что касается хозяйственных претензий, матеревых претензий, их высказали футболисты, мы эту тему обсудили. Что касается перспектив. Ну, господин Курченко как-то назвал меня вредителем металлиста. За то, что я потребовал исполнения всех обязательств с его стороны. Ну, многие этого не знают. Ну, это было сказано о публичном присутствии еще двоих или троих людей. Ну, если все такие вредители, как я или как вы, заботящиеся о том, что клуб не исчез, существовал, и не просто существовал, а демонстрировал игру, к которой мы привыкли, то, наверное, перспективы есть. На мой взгляд, собственник должен осознать, что он не выполняет взятые на себя обязательства. На мой взгляд, собственник должен осознать, что он не в состоянии содержать клуб на том уровне, который интересен Харьковчану, к которому привыкли Харьковчану, который требует, чтобы он соответствовал этому. Собственник должен осознать, что вообще клуб для него, как для человека далекого от спорта и футбола, несмотря на все заявления о том, что я с детства там чуть ли рубаху не играл, рвал на груди ради этого клуба, ну, это все просто пиар-акция и заявление, не более того, должен осознать, что клуб для него чемодан без ручки. Ну, давайте будем предельно откровенными. Ну, что сделать, если он бросит клуб? Вот меня же обвиняют в том, что я чуть ли не защищаю Курченко. А я задаю вопрос, я привык смотреть на два, на три шага вперед. Ну, бросил он клуб. Перестал вообще финансировать даже по тому минимуму, который он сейчас финансирует. Что дальше? Панкровство. Дальше? Распродажа. Дальше? Ликвидация. Деликционация. Ну, давайте так. Ярославский вложил в него душу. Мы с ним вместе спали и ночевали там долгие годы, в том числе в период подготовки Евро-2012. И шановное товариство это знает, да? Как мы строили этот культ, и как мы строили этот стадион, и базу, и учебно-тренировочные центры, и академию. Люди же все видят. Ну, есть там пара-тройка идиотов, которые говорят, ну, вы ж кем печи не клали, значит, вы их чуть не построили. Ну, такое. Больно и обидно, горько. Нужно что-то предпринимать. Что? Ну, повторяю, мы не созерцаем. Давайте на этом остановимся. Я бы вас очень просил. Но и Игорь Иванович Райнин, и по его поручению другие коллеги, вы в числе и мне делегированы некие полномочия и права поручения. Мы серьезно занимаемся этим. Но мы с вами должны понять. Что стагнация настигает весь украинский футбол. Будет ли следующий чемпионат? Ну, хотелось бы, чтобы был. Сможет ли в нем принять участие металлист? Пока вопрос. 31 марта закончилась процедура финансового критерия. В рамках лицензирования футболистов. В рамках лицензирования футболистов. Я со многими разговаривал. Они не понимают, что если клуб прекратит свое существование, они вообще ничего не получат. Им предложена модель до 1 января. Одна модель, которая позволит им немедленно получить задолженность. Ну, в согласованном размере. А после 1 января, по 1 апреля, по другой модели получить. Заработаны ими средства. Но в контексте ареструктуризации вообще в одном. Многие не хотят. Вот дай 7 миллионов долларов. Или умырь. Но если умер, то вообще же ничего. Если клуб умрет, надо видеть вас. Поэтому проблема серьезнейшая. Губернатор лично ею занимается. Процесс движется. Насколько далеко он зашел и насколько серьезно, я думаю, что это только и Алина Григорьевич может сообщить. Я не уполномочен. Но мы все озабочены этой ситуацией в интересах Харьковской территориальной экономики. Точнее, вопрос последний у меня. По поводу переговоров по реструктуризации выплат по заработным платам. То есть, на самом деле, по идее, это руководство клуба и президент. То есть, значит, то, что вы говорите, руководство клуба, сегодняшнего его, ну, формальное руководство клуба, действует, согласовывает свои действия вот с вами, как с представителями громады. И у вас есть полномочия по переговорам с футболистами, касающимся... Нет, это личный мой контакт. Это личное мое знакомство с большинством из них. А что касается переговоров с футболистами, переговорного процесса вообще, их ведет спортивный директор Александр Владимирович Гольцин, который полномочен, очевидно, вести такие переговоры. Но мы же не имеем права вникать в хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта. Это же правонарушение. Поэтому это часть. То есть, вы косвенно просто со своей стороны содействуете... Ну, если люди ко мне, футболисты ко мне подходят и просят разъяснить те или иные положения, либо я инициативно начинаю с ними общаться. Есть ли понимание у группы? Была информация, что достигнуто взаимопонимание с группой украинских футболистов, ветеранов или... В том числе, Харьковчан. Да, да. Таких есть. Саша Горяинов, Сергей Пшенич. Ну, Саша Горяинов, это же все-таки... Это Саша Горяинов. Да, это гордость, да, наша. Поэтому Саша Харьковчанин, Саша Горяинов и вся его семья – это патриоты. И мы же понимаем города и страны. Украины. Поэтому мы хотели бы, чтобы многие же люди уехали. В том числе за кордон уехали ведущие исполнители. И я не исключаю, что им наш город безразличен. Они легионеры, да, наемники. Они здесь выбрали все, что могли выбрать. У меня получился это хорошо. Это трудно вообще сказать. Трудно вообще сказать. Я с ними на эти темы не разговаривал. Мне вообще был закрыт вход на стадион, чтобы вы знали. Не знали. Спасибо. И я ходил на вираж к фанам туда, в 9-й и 10-й сектор. И не переживал по этому поводу. Для меня вип-трибуна – это не самоцель. Это знак уважения клуба ко мне не более. Если завтра клуб не пригласит меня в вип-зону, в вип-сектор, я спокойно возьму в кассе билеты и пойду на любую трибуну, в любой сектор. Для меня это не способ самовыражения. Спасибо. А вот у милой дамы, которая спряталась за несущей конструкцией. У меня маленький вопрос тоже по металлисту, но по безопасности. В начале мая планируются два матча. Каким образом будут усилены меры безопасности? И сколько правоохранителей планируется привлечь? Миквально пару слов. Значит, безопасность не определяется количеством муниционеров, а качеством работы всей структуры. И структуры клубной, и структуры государственной, и болельщиков, которые должны быть задействованы, несомненно, в этом процессе. Я считаю большой победой господина Райнина возможность, вопреки всем запретам, пройти очень сложный путь, который привел к отмене всех ограничений и возможности проведения матчей в Харьково. Мы провели два матча, насколько вам известно. Сейчас в мае мы готовимся к следующим матчам. Меры безопасности, несомненно, не прекращаются до сих пор. Мы задействовали все наши силы, средства и возможности, в том числе в круглосуточном режиме работают системы видеонаблюдения на стадионе, усиленные меры безопасности, личные службы безопасности клуба. И мы работаем там другими формами и методами для того, чтобы обеспечить комфорт зрителям и им безопасность. Все ресурсы, какие у нас будут на 3 мая, да, 3-8 мая, мы задействуем для того, чтобы и матч провести, и настроение никому не испортить. Спасибо. У нас еще как у инфоцентра есть вопросы, нужно ли их задать? Три вопроса у нас есть. Как нет расследования по 22 февраля событию? Поднесла ли милиция ответственность за умообразовательное обваливание? Так, успокойно. Давайте по порядку. Обвинительный акт по убийству, террористическому акту 22-го числа передан в суд. Есть. Следующий вопрос. Понесла ли милиция ответственность за умообразительное обваливание? Такая дружественная, творческая обстановка. Мне очень не хотелось говорить на это. Но я лично просил, и не один, кстати, а вместе с вами и другими представителями общественных организаций, в том числе фанов, ультрас, металлистов, умолял не организовывать и не идти в колонны 22 февраля. Я рассказывал возможные последствия. Я предугадывал и говорил о возможных рисках. Со мной разговаривали вот так. Мы сами знаем, что делать. Поэтому ответственность, пусть даже морально, должны нести те люди, которые себя считают профессионалом в той отрасли, в какой они являются, и которые поставили под риск людей, и произошла эта страшная трагедия. Самое страшное, что погибли дети, кто их пустил туда. Кто в толпе повел в людей несовершеннолетних? У нас на стадионах, где полно охраны, без сопровождения взрослых, до 12 лет вообще не должны проходить туда дети, до 14 и до 16 лет только в сопровождении взрослых. А здесь, когда предупреждали о рисках, повели в толпу людей. Поэтому не милиция должна нести ответственность, а те, кто не послушал профессионалу, и повел эту область. Третий вопрос, пожалуйста. Да, он уже к ним и смысла. И вот, я вижу, у вас пакет. А террабороны будет? В смысле, террабороны? Блок террабороны. Он был уже первый блок. Это был блок террабороны? Ну давай, я же говорил, вы были или не были? О формировании специального отряда, специальной работы, о фортификационных сооружениях. Да, это было. Все равно началось. Сори, тогда вот, видите, она так готовилась прям задать такой каверзный вопрос. Ну, задаем ее, задаем ее же качать. Можно? Я задал. Извините. Не-не-не, ну бывает. Я сам еле успел. Такая пробка. Я не только пишущий, как вы. Правильно. Вопрос вот. Есть указ президента Украины от 1 марта 2014 года, который называется «Про законопрещен и превышение в правоскратности держав». Там есть такой пункт пятый, который, собственно, говорит о том, чтобы властным, киевские виски, державным администрациям налагнуть взаимодействованным и висковым управлением в решении пытать формование и обеспечения висковых частин территориальной обороты. В марте прошлого года множество людей, когда еще в общем войны не было, как таковой, обращались военкоматы с предложением создавать некие право у нас таких отрядов территориальной обороны. В июле, насколько я помню, ну я, по крайней мере, в июле, в июле попал в военкомат «Зыжинский» и был неформально приписан к отряду территориальной обороны. На тот момент формативная база, которой обладали военкоматы, предусматривала создание в каждом районе города и области двух отрядов территориальной обороны в количестве каждой, насколько я помню, 220, по-моему, 7 человек. И роты охраны 132, по-моему. Таким образом, 550, почти 600 человек на районе. После этого мы видели структуру, как бы, и динамику формирования этих отрядов, это было в начале осени, в паре районов области были формально сформированы там все отряды и роты. На сегодняшний день ни одно из этих подразделений де-факто не создано, поскольку существует вилка. С одной стороны, план мобилизации, с другой стороны, необходимость формирования этих отрядов. При этом, хотим мы этого или нет, но есть действительно конфликт внутри. Потому что, с одной стороны, все говорят о том, что добровольцев вроде как не очень хватает, план то выполняется, то не очень выполняется, повестки раздают то на предприятиях, то чуть ли не в поездах и на вокзалах, как там пишут некоторые, я понимаю это, да. Но так или иначе, об этом все время говорят. В то же время есть огромное количество людей, которые... Я не трансфирую, я говорю о том, что нам это нравится, или не нравится, но проблема существует. Есть вилка в действиях войсковых администраций, то есть военкоманов, по факту. Перед ними ставят задачи Минобороны, с одной стороны, по мобилизации. Генштаб. С другой стороны, существует форма, которая предусматривает на сегодняшний день неформальное приписывание к одному из этих подразделений, которое подразумевает, что с этим подразделением можно и нужно провести соответствующую подготовку, боевое слаживание и так далее и тому подобное. И в момент необходимости, в точке сборки, ну все мы знаем, получили оружие и в этот момент стали военнослужащими. То есть формально это не является мобилизацией. Кроме указа президента больше нигде в этом ничего нет. Все остальное это нормативная база, которая разработана, я так понимаю, в Генштабе и Минобороны. В связи с этим вопрос. Считаете ли вы целесообразно обсудить вопросы, связанные с озвученной проблемой? Двину в действие программы с одной стороны и необходимости формирования из таких добровольцев реальных, которые может быть там кто-то в силу каких-то обстоятельств не может себе позволить уйти там сегодня в действующую армию. У кого-то много детей, кому-то здоровье может быть не позволяет до конца. Кому-то, но они готовы на самом деле стать участниками этих рот охраны и отрядов обороны в каждом районе. Если не хватает сил на все, давайте создадим хотя бы одно такое подразделение на область сводная и сделаем это совместно силами гражданского общества, в том числе таких его частей, как 15, батальон ДУК, например, и так далее. Потому что есть люди, которые идут туда просто, они важны, не пойдут, туда пойдут. Силами обл. администрации и силами военкоматов. Потому что в сегодняшних условиях это очень важная часть. работать, как кажется нам. Мы обсуждаем это уже не первый месяц. Мы обсуждали это с прошлым губернатором. Мы озвучивали эту тему и господин Глушко во время переговоров, которые были с участием там, в том числе немецкой делегацией здесь в Хайке. Как вы относитесь к этому вопросу и готовы поддержать эту инициативу? Значит, иступаю категорическим противникам в нынешних условиях на сегодняшний день любого ополчения, поскольку из вашего тезиса звучит, что у кого много детей, кто по состоянию здоровья не может, воевать не может, а в ополчение в рот у территориальной обороны может. Такого быть не может. Закон един для всех. Если есть обстоятельства, избавляющие господина некого от воинской поведенности, они и на вас, и на меня, и на любого распространяются. Но, я согласен с вами, вдруг, если мы доведем Господь в регионе, то никто не будет смотреть на состояние здоровья и наличие детей. Все возьмем блоки оружия, будем защищать родной город и родную страну. Но доктрина ныне такова. В армии должны служить подготовленные в профессиональном отношении, здоровой, физическом отношении, любви. Сейчас в рамках территориальной обороны, кстати, доктрина изложенная в тех нормативных актах, о которых вы упомянули, Дмитрий, она же в том же 2014 году претерпела серьезные изменения. Там же приказы министра обороны от 18 июня 2014 года, значит, все добровольческие подразделения, они же все перешли. С этого момента, с 18 июня, должны были перейти в подкомандование Министерства внутренних дел, Министерства обороны либо погранслужбы. Поэтому, сейчас в Харькове, вы, наверное, опоздали, не услышали, формируется отдельная рота численностью 120, чуть больше человек, и приступает штаб территориальной обороны к формированию отряда, 260 человек. Сводного в городе, да? Да, 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 сводного в городе. Значит, кроме этого будут формироваться специальные подразделения для выполнения специфических в рамках территориальной обороны. Этим всем занимаются глава территориальной обороны и начальник штаба территориальной обороны. Это кто? Господин Райин, глава территориальной обороны, и господин Калгушкин, начальник штаба территориальной обороны. То есть, вместо районных теперь сводный городской обороны? Да. Вопросы связаны с добровольцами. Этот вопрос обсуждается на каждом заседании областной призывной комиссии. Председатель областной призывной комиссии, заместитель губернатора господина Бакумова, Вчера, кстати, состоялась, позавчера, прошу прощения, извините, позавчера очередное заседание областной призывной комиссии. Вопросы добровольчества всегда там обсуждаются. То есть мы ведем реестр, сколько людей пришло, какова воинская специальность, прошел ли этот человек медицинский критерий, отвечает ли мы и так далее, каковы его настроения, что мы можем с ним сделать сейчас, всего, завтра. Поэтому, если кто-то говорит, что кого-то там отлавливают в поездах, ну говорите и вы, ни в метро, ни в поездах, ни в общественном транспорте, ни на улице, никого не отлавливают. Это чистая российская пропаганда, направленная на разложение единства нации, порождение недовольства общества. То, что вы, Дмитрий, говорите о том, что повестки раздаются на предприятиях, это правильно. Особенно на тех предприятиях, где имеются столы воинского учета. Так было всегда. Что касается добровольцев, их достаточно много. В том числе тех, кто хочет уйти на передовую. Вот Андрея Внукова мы найти не можем вообще ни в одной городской части. Даже 28-й день в приказе. Ну это человек, который хочет, не хочет быть в тылу, нести службу. Он побывал на передовой, он хочет вернуться в боевое подразделение на передовой. Ну таких очень много, мы никому не отказываем, если есть надлежащая воинская специальность. Значит, по мобилизации вы знаете. Это очень интересный вопрос у себя. Вот общество должно знать. Вот смотрите. План областью не выполнен. 76%. Но, давайте посмотрим. Извините, я Дмитрия не вижу, простите. Значит, смотри. В районах области план выполнен на 100%. Например, в таком районе, как Балаклейский на 110%. И с района на 114% выполнен план. Это не призыв, это мобилизация. А в городе Люботине на 36%. А до того, как губернатор создал специальную комиссию по проверке деятельности по выполнению указа президента о мобилизации в городе Чукуеве на 38%. А в городе Харькове на 49%. В целом в области 76% я сказал, да? Но район и область на 100% более. О чем это говорит? Вот для анагога. Сейчас мобилизация проводится только в отношении тех подготовленных офицеров и солдат, сурочной службы, которые имеют специальность воинскую, которая требуется в это время. Не просто взять и призвать человека для счета. Поэтому, когда приходят люди, говорят, по повестке проверяется здоровье медицинской комиссии, проверяется умонастроение, собеседование. Мы вас вызовем, мы сейчас не можем скандал. Как это так? Не берут добровольцев? Ну не берут вертолетчиков сейчас, да? Ну не берут летчиков истребителей, да? Всех трех. Ну почему всех трех? Ну почему всех трех? Вот шесть человек в одном районе. Пришли люди в военкоманду. Звонит глава районной администрации. Говорит, вы меня, господин Староженко, ругаете за то, что у меня невыполнение плана. А у меня вот люди стоят в кабинете. Шесть человек, они хотят идти. Сейчас минутку. Соединяю с Суммой военком. Чуть пофиг. Но не нужны летчики сейчас. Нужны другие военные специальности. Поэтому все это наш оппонент, скажем так. Анализирует. Обрабатывает. В пропагандистско-агитационном отношении. Выбрасывает в общество. Легковерные граждане начинают рассказывать. Что ловят в электричках, в поездах. Приводят в военкомат. А он не нужен. И доброволец не истребован. А как это так? А где патриотизм? И навевают вокруг этого волну антиукраинских, антигосударственных настроений. Поэтому война идет по плану. Не нашему, к сожалению. Но мы вынуждены отвечать на это. И я считаю, что Харьковская область отвечает достойно. Что касается комплекса задач. Вас не было, Дмитрий, я повторюсь. Будут воздвигнуты одно комплексное фортификационное сооружение. Воздвигнуто. Поедьте, посмотрите. Не только там, где лепесток развязки. А и в других местах. Получила высочайшую цену с точки зрения качества работы. Вы как строитель должны оценить. Увидеть все, что другие не увидят. Но вы как строитель увидите. И предназначение многих объектов, находящихся в этом форте. И многое другое. К сожалению, вынуждены этим заниматься. Лучше бы занимались футбольным клубом. Спасибо. Всем спасибо. Это еще не конец. Да, да, да. Друзья, пока весь там, где-то в центре. Кого-то ищут. Во исполнение предложения президента и постановления Кабмина харьковчане, как всегда, оказались впереди планеты всей. Я вам презентую международный символ установания памяти во Второй мировой войне. Красный Мак. Кто хочет, господин Моношенко, пожалуйста. Я вчера подарил его кризисе. Будьте любезны, все для вас. Спасибо.